Антология чтений Слов Всемогущего Бога О Библии 3 Не всё в Библии представляет собой запись слов, сказанных самим Богом. В Библии всего лишь задокументированы предыдущие два этапа Божьего труда. Одна её часть является записью предсказаний пророков, а в другой представлены опыт и знания, написанные людьми, которых на протяжении этих периодов использовал Бог. Человеческий опыт содержит в себе примесь человеческих мнений и знаний, и это неизбежно. Во многих книгах Библии представлены человеческие понятия, человеческие предрассудки и абсурдное человеческое восприятие. Разумеется, большая часть того, что в ней сказано, является результатом просвещения и озарения Святым Духом и представляет собой верное понимание. Всё же нельзя утверждать, что это является полным и точным выражением истины. Содержащиеся в ней взгляды на определенные вещи – это не более чем знания, почерпнутые из личного опыта, либо просвещения от Святого Духа. Предсказания пророков получены через личное наставление от Бога. Такие пророчества, как у Исаии, Даниила, Ездры и Еремии и Иезекииля, пришли от прямого наставления Святым Духом. Эти люди были провидцами, они получили дух пророчества, все они были пророками Ветхого Завета. В период Закона эти получившие от Иеговы вдохновение люди изрекли множество пророчеств по прямому наставлению Иеговы. А почему Иегова работал в них? Потому что народ Израиля был избранным Божьим народом, и среди него надлежало исполнить труд пророков. Поэтому пророки и получали подобные откровения. По сути же, они сами не понимали данных им Божьих откровений. Святой Дух их устами изрекал эти слова, чтобы люди в будущем могли постичь эти вещи и убедиться, что все это воистину работа Духа Божьего, Святого Духа, и не исходит от человека, и чтобы дать людям подтверждение работы Святого Духа. В период Благодати сам Иисус делал вместо них эту работу, и поэтому люди более уже не пророчествовали. Так был ли Иисус пророком? Конечно же, Иисус был пророком, но Он также совершал работу апостолов. Он и пророчествовал, и проповедовал, и учил людей по всей земле. Но труд, который Он совершал, и личность, которую Он представлял, были иными. Он пришел, чтобы искупить все человечество, чтобы искупить человека от греха. Он был пророком и апостолом, но в еще большей степени Он был Христом. Пророк может изрекать пророчество, но нельзя сказать, что Он является Христом. В то время Иисус много пророчествовал, и поэтому Его можно именовать пророком. Но нельзя утверждать, что Он был пророком, а потому не был Христом. Потому что Он совершил этап работы от лица самого Бога, и личность Его была не такой, как у Исаии. Он пришел совершить труд искупления, и Он также дал людям жизнь, и Дух Божий сошел прямо на Него. Его труд совершался не по вдохновению от Духа Божьего, не по наставлению от Иеговы. Это была работа непосредственно Духа. Уже это говорит о том, что Иисус был не таким же, как кто-то из пророков. Он совершал труд искупления, а пророчество стояло на втором месте. Он был пророком, апостолом, но, что более важно, Он был также искупителем. Эти пророки могли только пророчествовать, но не могли исполнять никакой иной работы от лица Духа Божьего. Иисус совершил много труда, который никогда прежде не совершался человеком, и совершил труд искупления человечества. А потому отличается от таких людей, как Исайя. Некоторые люди не принимают нынешнего потока по той причине, что Он создает для них преграду. Они говорят, в Ветхом Завете многие пророки также изрекали множество слов. Так почему же они не были Богом, ставшим плотью? Бог сего дня говорит слова. Разве это доказывает, что Он воплотившийся Бог? Ты не превозносишь Библию и не изучаешь ее? И на каком же основании ты утверждаешь, что Он является воплотившимся Богом? Ты говоришь, что Святой Дух наставляет их, и ты веришь, что этот этап работы совершается лично Богом. Но какое у тебя основание для этого? Ты сосредотачиваешь все свое внимание на нынешних Божьих словах. Кажется, будто ты отрекся от Библии и отложил ее в сторону. И поэтому они называют тебя еретиком и отступником. Если ты желаешь свидетельствовать о Божьей работе в последние дни, то должен понимать подноготную Библии, структуру Библии и суть Библии. Сегодня люди верят, что Библия – это Бог, а Бог – это Библия. Они также считают, что Бог говорил только то, что сказано в Библии, и что все сказанное в ней было сказано Богом. Верующие в Бога считают все 66 книг Ветхого и Нового Заветов, несмотря на то, что они были написаны людьми, Боговдохновенными, что это записанные речения Святого Духа. Это ошибочное человеческое восприятие, и оно не совсем соответствует действительности. На самом деле, помимо пророческих книг, большая часть Ветхого Завета является историческим документом. Некоторые из посланий Нового Завета являются результатом человеческого опыта, а иные пришли через просвещение от Святого Духа. Послания Павла, например, возникли из работы человека. Все они были результатом просвещения Святого Духа и писались церквям. Это были слова увещевания и ободрения для братьев и сестер в церквях. Это были не слова, изреченные Святым Духом. Павел не мог говорить от имени Святого Духа, и он не был пророком. И уж тем более, ему не было видений, как Иоанну. Его послания были написаны церквям Эфеса, Филадельфии, Галатии и другим церквям. Таким образом, новозаветные послания Павла – это послания, которые Павел писал церквям, но не вдохновения от Святого Духа. Равным же образом, они не являются непосредственно речениями Святого Духа. Это всего лишь слова увещевания, утешения и ободрения, которые Павел писал церквям во время своего труда, а также повествования о многих совершаемых им в то время трудах. Они писались для всех, кто был братьями и сестрами в Господе, чтобы в то время братья и сестры в церквях следовали советам Павла и придерживались пути покаяния данного Господом Иисусом. Павел вовсе не говорил церквям того времени или будущего, что всем им надлежит есть и пить написанное им, как и не утверждал того, что все его слова исходят от Бога, а просто общался с братьями и сестрами соответственно обстоятельствам церкви в то время, увещевал их и вселял в них веру. И он просто проповедовал, либо напоминал людям и увещевал их. Его слова основывались на его собственном бремени, и через эти слова он поддерживал людей. Он исполнял труд апостола церкви того времени. Он был тружеником, которого использовал Господь Иисус, и таким образом должен был принять на себя ответственность за церкви, должен был понести труд церковный, должен был печься о состоянии братьев и сестер. Поэтому он писал послание всем братьям и сестрам в Господе. Все назидательное и позитивное, что он говорил людям, было правильным, но не является речением Святого Духа и не может представлять Бога. Когда люди относятся к свидетельствам человеческого опыта и к человеческим посланиям, как к словам, которые Святой Дух говорит церквям, такое является полнейшим заблуждением и совершенным кощунством. Особенно, когда речь идет о посланиях, которые Павел писал церквям, ибо он писал послания братьям и сестрам, исходя из обстоятельств и ситуации каждой церкви того времени. И писались они для увещевания братьев и сестер в Господе, чтобы те могли получать благодать Господа Иисуса. Его послания были для воодушевления братьев и сестер того времени. Можно сказать, что это было и его собственное бремя, а также бремя, данное ему Святым Духом. В конце концов, он был апостолом, который вел церкви того времени, который писал послания церквям и увещевал их, что было его обязанностью. Он по своему положению был апостолом-тружеником, всего лишь посланным Богом апостолом. Он не был ни пророком, ни провидцем. Для него собственный труд и жизнь братьев и сестер имели первостепенное значение. Таким образом, он не мог говорить от лица Святого Духа. Его слова не были словами Святого Духа, и уж тем более их нельзя называть словами Бога, ибо Павел был всего лишь тварью Божьей и, конечно же, не являлся воплощением Бога. То, что Павел представлял собой, было совершенно несопоставимо с Иисусом. Слова Иисуса были словами Святого Духа, словами Бога, ибо Сам Он был Христом, Сыном Божьим. Как мог Павел быть равным Ему? Если люди принимают такие послания или слова, как у Павла, за речения Святого Духа и поклоняются им как Богу, то можно лишь сказать, что они совсем уж не умеют отличать одно от другого. А если серьезно, разве это не чистейшее богохульство? Как мог человек говорить от имени Бога? И как могли люди преклоняться перед тем, что написано в Его посланиях, и перед сказанными им словами, как если бы они были священной либо небесной книгой? Мог ли человек говорить слова Божьи по своему произволению? Как мог человек говорить от имени Бога? Итак, что ты скажешь? Разве могут послания, написанные им церквям, не содержать в себе примеси его собственных представлений? Как им не содержать примеси человеческих помыслов? Он писал послания церквям, основываясь на личном опыте и своих знаниях. Например, Павел написал послания к церквям Галатии, в котором содержалось определенное мнение, а Петр написал другое, в котором содержалось иное мнение, которое из них от Святого Духа. Никто не может сказать наверняка. Таким образом, можно только сказать, что у них обоих было бремя о церквях, в то же время их письма отражают их собственный рост, попечение о братьях и сестрах и их поддержку, а также заботу о церквях. Они представляют собой лишь человеческий труд, они не совсем от Святого Духа. Абсурдно с твоей стороны называть его послания словами Святого Духа. Ты богохульствуешь. Послания Павла и другие послания в Новом Завете равнозначны заметкам более поздних духовных деятелей. Их можно сравнить с книгами Вочмана Ни или Переживаниями Лаврентия и тому подобным. Просто книги более поздних духовных деятелей не включены в Новый Завет. Но суть этих людей остается той же. Этих деятелей использовал Святой Дух в течение определенного периода, и они не могли напрямую представлять Бога. В Новом Завете в Евангелии от Матфея записано родословное Иисуса. Вначале в ней говорится, что Иисус был потомком Авраама и Давида, сыном Иосифа. Далее говорится, что Иисус был зачат от Святого Духа и родился от Девственницы, что означало бы, что Он не был сыном Иосифа или потомком Авраама и Давида. Однако родословное настойчиво связывает Иисуса с Иосифом. Далее родословное документирует процесс появления Иисуса на свет. В ней говорится, что Иисус был зачат Святым Духом, что Он был рожден от Девственницы и не был сыном Иосифа. Но в родословной ясно сказано, что Иисус был сыном Иосифа. А поскольку родословное было написано для Иисуса, в ней записаны 42 поколения. Когда доходят до поколения Иосифа, там мимоходом говорится, что Иосиф был мужем Марии. Эти слова приведены в доказательство того, что Иисус был потомком Авраама. Разве здесь нет противоречия? В родословной ясно описано происхождение Иосифа. Очевидно, что это родословное Иосифа, но Матфей настаивает на том, что это родословное Иисуса. Разве это не отрицание факта зачатия Иисуса Святым Духом? Таким образом, разве приведенное Матфеем родословное не является человеческой идеей? Это смешно. Так ты узнаешь, что эта книга не полностью от Святого Духа. Возможно, некоторые люди думают, что у Бога должно быть родословие на земле, потому они приписывают Иисусу родство с Авраамом в 42-м поколении. Это действительно смешно. Как у Бога, пришедшего на землю, могло быть родословие? Если ты говоришь, что у Бога есть родословие, то разве ты этим не ставишь его в один ряд с тварями божьими? Ибо Бог неземной, Он владыка творения. И хотя Он воплоти, у Него совершенно иная сущность, чем у человека. Как ты можешь ставить Бога в один ряд с творением Божьим? Авраам не может представлять Бога. В то время Он был объектом работы Иеговы. Он был просто верным слугой, испытанным Иеговой, и был из народа Израилева. Как мог Авраам быть прародителем Иисуса? Кто написал родословную Иисуса? Сам ли Иисус написал ее? Неужели Иисус лично сказал им «Напишите мое родословие»? Ее написал Матфей после распятия Иисуса. В то время Иисус совершил много труда, которого его ученики не поняли, а он не пояснил им. После его отшествия ученики начали проповедовать и трудиться повсюду, и ради того этапа работы они начали писать послания и книги Евангелия. Евангельские книги Нового Завета были записаны по прошествии 20-30 лет после распятия Иисуса. До этого народ Израиля читал лишь Ветхий Завет. Иными словами, в начале периода благодати люди читали Ветхий Завет. Новый Завет появился только в период благодати. Когда трудился Иисус, Нового Завета еще не существовало. Люди написали о Его труде после того, как Он воскрес и вознесся на небо. Только тогда появилось четверо Евангелия, а в дополнение к Нему послание Павла и Петра, а также откровение. Через триста с лишним лет после вознесения Иисуса на небо последующие поколения выборочно систематизировали эти документы. И только тогда в Библии появился Новый Завет. Только после того, как был завершен этот труд, появился Новый Завет. До этого его не существовало. Бог совершил всю эту работу, а Павел и другие апостолы написали много посланий церквям в разных местах. Жившие после них люди объединили их послания и в самом конце добавили величайшее видение, записанное Иоанном на острове Патмос и содержащее пророчество о Божьей работе в последние дни. Эту последовательность определили люди, и она отличается от того, что говорится ныне. То, что записано сегодня, соответствует этапам Божьей работы. Сегодня люди соприкасаются с работой, которую совершает сам Бог и со словами, которые Он лично изрек. Вам, людям, нет нужды вмешиваться. Слова, исходящие непосредственно от Духа, упорядочены поэтапно, а не в таком порядке, в каком располагается то, что пишут люди. Можно сказать, что записанное людьми соответствовало их уровню образования и человеческому уровню. Записанное ими было человеческим опытом, и у каждого были свои средства изложения и познания, и все записи были разными. Так что, если ты поклоняешься Библии как Богу, то ты безмерно невежественен и глуп. Почему ты не ищешь нынешней работы Божьей? Спасти человека может только работа Божья. Библия не может спасти человека. Можешь читать ее хоть тысячи лет и совсем не изменишься. А если ты поклоняешься Библии, то никогда не обретешь работы Святого Духа. В Библии записаны два этапа работы, совершенной Богом в Израиле. Поэтому ты видишь, что в этом повествовании все имена относятся к Израилю и все события имеют отношения к Израилю. Даже имя Иисус израильское. Если сегодня ты продолжаешь читать Библию, то неусловности ли ты соблюдаешь? То, что записано в Новом Завете Библии, это дела иудеи. Текст оригинала был написан как на греческом, так и на древнееврейском языках. И имя, которым он был наречен, и слова, которые Иисус говорил в то время, все это относится к человеческому языку. Когда Иисуса распяли, Он возопил или или ламаса вахфани. Разве это не древнееврейский язык? Просто Иисус воплотился в Иудеи, но это не доказывает, что Бог еврей. Сегодня Бог стал плотью в Китае, и поэтому все, что Он говорит, несомненно, изрекается на китайском языке. Тем не менее, эти слова нельзя сравнивать с переводом из Библии на китайский, ибо источники этих слов различны. Один, это написанное людьми на древнееврейском языке, а второй, то, что исходит непосредственно из речений духа. Разве может между ними не быть никакой разницы? Добавил субтитры Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok